зерновые домашние дистилляты откуда берется сахар он тяжелее чем воздух сахар варенье почему до сих пор не зерно привет друзья вы на канале русская дымка меня зовут воислав кислицын я эксперт по самогонного варенью и я начинаю цикл роликов для начинающих для тех кто еще никогда не пробовал я хочу вас спросить а почему вы до сих пор не делаете зерновые домашние дистилляты сахар варенье почему до сих пор не зерно ведь вкуснее же я ставлю целью этого ролика и последующий за ним в цикле роликов про зерновое винокурение показать что работа с зерном это не сложно это просто это вкусно не требует какого-то запредельного оборудования поэтому я буду пользоваться самыми простыми вещами самыми простыми схемами и сегодня сегодня у меня 5 килограмм пшеничные дробленки из ближайшего сетевого супермаркета эти 5 килограмм обошлись мне 124 рубля 60 копеек по моему то есть совсем недорого здесь у меня есть большая кастрюля в ней нагревается до кипения 20 литров воды соответственно 5 килограмм крупы 20 литров воды соотношение 1 к 4 нормальное соотношение для зерна можем делать более крутое соотношение 1 к 3 1 к 3 с половиной но я буду делать 1 к 4 потому что я буду самым простым оборудованием пользоваться и чтобы у меня точно ничего не пригорело в процессе разваливания я буду использовать гидромодуль 1 к 4 гидромодуль соотношение соответственно 1 часть крупы 4 частям воды откуда берется сахар понятно чтобы получился спирт до дрожжи должны сожрать сахар и спирт от выработать здесь у нас сахара нет здесь у нас крупа в крупе содержится крахмал точно также крахмал содержится в любой другой крупе у меня пшеничная у вас может быть ячневая гречневая рис кукуруза все все что угодно все что под руку попадется хорошая идея будет перемешать несколько разновидностей крупы и тогда вкус ароматика будут у вас богаче но мне вот под руку попалась пшеничка поэтому я буду делать пшеничный дистиллят и что я делаю я кипячу воду и в кипящую воду засыплю 5 килограмм крупы это позволит нам ее продезинфицировать во первых а вторых это позволит дробленки нашей вот этим осколком зернышек набухнуть и крахмалу освободиться когда мы получим крахмал в таком разваренном освобожденном виде мы будем использовать разные средства для того чтобы этот крахмал превратить в сахар сегодня я использую один из способов я буду использовать специальные ферменты которые делаются и продаются именно для этих целей для сахаривания зернового сырья для того чтобы из крахмала получить сахара которые будем кушать наши дрожжи есть разные варианты первый вариант классический это когда мы используем солод то есть пророщенное зерно и в этом солоде в этом пророщенном зерне уже содержатся свои собственные природные ферменты которые там растение создавая зерно позаботилась в том чтобы запасы крахмала при определенных условиях смогли превратиться в сахара которыми будет питаться новое растение но новый колосок но точно такие же ферменты мы можем приобрести в в магазине ссылочка внизу будет и не усложнять себе процесс использовать сразу ферменты есть еще более ленивый способ когда мы используем коди то есть специальную грибок специальную плесень которая позволит нам без варки без высокой температуры получить сахара из крупы но я не могу сделать все три способа в один раз поэтому я сделаю и первый и второй и третий а потом ну собственно сравним результаты я постараюсь соблюдать одинаковые условия но воспользоваться тремя разными способами сегодня мы работаем с ферментами вода у меня закипела что мы сейчас будем делать мы сейчас будем брать крупу забрасывать туда если на ней вдруг какая-то зараза инфекция живет кипяток это дело исправить соответственно мы обеззараживаем наш исходный материал сырье это первый плюс второй плюс что я сейчас все заброшу перемешаю и плитку выключу соответственно у меня не будет шанса что крупа у меня в процессе нагревания пригорит потому что я не буду ее нагревать я забросил ее прямо в воду с температурой 100 градусов и пока у нас вода будет остывать вместе с крупой крупа будет распариваться крахмала будут высвобождаться все это будет густеть готовится к работе ферментов а ферменты работают только при определенной температуре точнее не только лучше всего поэтому пока у нас температура опустится до нужного для работы ферментов диапазона нас как раз вся зараза умрет крупа разварится в этом плюсы я обещал что буду делать простой и удобный способ и вот сейчас я его демонстрирую если нравится мой подход потому что все должно быть просто удобно лениво и без какого-то экзотического оборудования то не забывайте поставить лайк видео подписаться на канал и пригласить своих друзей сюда но чтоб нас больше было все весь исходный материал у меня в кастрюле даже не буду говорить что это куб я буду говорить что это кастрюля потому что у вас то может быть любой таз который сможете поставить на любой источник нагрева и вскипятить там воду все я выключаю нагрев и закрываю крышку что я теперь буду делать теперь я буду периодически кашу помешивать для того чтобы не образовался вот такой вот каменный комок и я буду делать это как я помешаю сейчас потом помешаю через пять минут потом через 10 минут еще через 10 минут вот так вот с постепенно увеличивающимся интервалом потому что температура будет падать именно на высокой температуре комкование будет самым активным поэтому сначала я буду делать это почаще а потом ну можно будет себе позволить более редко подходить к кастрюле и я буду мерить температуру когда буду помешивать моя целевая температура 70 градусов именно в это время я начну работать с ферментами ну а пока хожу мешаю периодически ну что ж температура опустилась до 70 градусов вот такая вот каша у меня получилось и понятно что крахмал освободился каша заварилась и теперь все это очень густое и тут нам приходит на помощь первый фермент фермент а как его попросту называют или амилосубтилин он работает следующим образом он берет длинные цепочки крахмалов и стрижет их на кусочки превращая более короткие молекулы полисахаров потом второй фермент глюковамарин будет эти сложные сахара деле и делить на простые которые уже смогут употребить в пищу наши дрожжи но побочное действие того что крахмал будет порезан ферментом а на длинные цепочки будет то что затор наш вот это вот каша станет жидким и будет легко промешиваться по дозировке ферменты поставляются в виде вот таких вот порошков вот тут у меня это фермент г и фермента он слегка отсырел у меня вообще не очень свежие ферменты поэтому я буду брать максимальную навеску ну поверх не граница как дозируется ферменты когда вы покупаете ферменты они могут быть жидкими или виде вот такого порошка и дозировка написано на единицу массы крахмала который содержится в исходном сырье можно найти таблички в интернете в частности вот для моей пшеницы содержание крахмала примерно около 70 процентов то есть у меня 5 килограмм пшеницы это три с половиной килограмма крахмала и именно на такую дозировку я буду брать ферменты но по максимальной по максимальной навески по верхней границе потому что не очень свежие я делаю просто я беру теплую водичку отправляю туда фермент хорошенько перемешиваю это нужно для того чтобы привести его в жидкую форму которую проще размешать густой каше чем отдельные крупи крупинки ферменты безопасны но могут вызывать аллергию так как это мелкодисперсная пыль поэтому ну лучше их не вдыхать но особо бояться при работе с ними нечего и сейчас теплую ферментную водичку я отправляю в затор и начинаю размешивать по температурам работы ферментов фермент а лучше всего работает в районе 70 градусов но также активен в диапазоне от 60 до 70 фермент г тот который потом будет дорабатывать то что нам накромсают из крахмала фермента лучше работает при температуре чуть ниже в районе где-то 62 64 находится максимум его работы надо отметить что при более низкой температуре ферменты тоже работают но медленнее а вот при более высокой температуре ферменты могут разрушаться и при 80 в частности ферменты погибают то есть разрушаются поэтому мы ждали когда остынет наша каша не только для того чтобы полностью высвободить крахмал но ведь также для того чтобы они не разрушились у нас раньше времени хотя небольшую часть фермента можно вносить и раньше если каша у вас получилось очень густая прежде чем разрушится фермент успеет сделать вашу кашу жижи вот смотрите прямо на глазах прямо на глазах каша у меня становится жидкой легко промешивается я сейчас активно и и помешаю пару минут для того чтобы фермент по максимуму отработал итога я рассказал про теперь значение температуры при которых ферменты работают лучше всего соответственно чтобы полностью переработать крахмал ну по максимуму максимально возможно нам требуется чтобы наш затор находился при температуре порядка от 63 до 60 когда этот фермент и другой одинаково активно работают все эти значения они там плюс-минус градус вполне допустимы так вот на осахаривание обычно говорят требуется пару часов но еще раз хочу сказать я стремлюсь к максимально простой схеме работы поэтому я сейчас внесу также фермент для того чтобы он тоже сейчас включался в работу и затор наш становился сладким но видите какой он уже жидкий стал сейчас добавим фермент г и будем получать сахар так вот я все вне все это внесу и не буду ждать пока пройдет два часа я просто оставлю это на ночь утром приду у меня с услугой жидкая и сладкая и я уверяю вас ничего не заразиться надо понимать что дозировка ферментов несколько разная фермента г требуется больше поэтому сейчас я отправляю примерно раза в полтора большее значение по конкретным дозировкам можете сами посчитать по вашему затору если вы работаете не так как я не то есть не бросаете затор на ночь часа на два оставляете его сахариваться очень полезно будет подходить каждые 15-20 минут и его промешивать у меня отличная температура сейчас 66 градусов можно сказать идеально перед тем как уйти я еще раз перемешиваю затор он стал абсолютно жидкий вы видели там была густая каша сейчас он абсолютно жидкий поэтому он будет нормально бродить он нормально потом перегонится ничего не пригорит я сейчас чуть-чуть перед уходом повышу температуру чтоб не слишком быстро он остыл вот тут у меня за ночь и подстраховаться от того что слишком долго при низкой температуре стоит будет стоять сладкий затор и там что-то заведется я уверен что нет но убереженного был бережет поэтому чуть-чуть я подогрел останавливаю плиту закрываю крышку воздух кислород попадать не должен чтоб ничего не завелось и завтра утром я приду температура здесь будет уже подходящая для внесения дрожжей дрожжи я заброшу и вот собственно все я уже говорил что работа зерновыми это просто что друзья у меня наступило доброе утро я пришел потрогал вот этот вот бачок и он остыл до температуры чуть больше 30 там 32 33 в общем нормальная температура для внесения дрожжей я помыл бродильную емкость обрызгал ее спиртом но головами изнутри сейчас она у меня постоит я обдам ее кипятком и буду в нее переливать но пока давайте посмотрим что там у нас затором во что он превратился и так барабанная дробь смотрите какая красота ничего плохого не завелось крупа легла на дно вот такая вот прозрачная красивая сладкая водичка я уверен я позволю себе пробу взять проверю плотность начальная плотность у меня 12 получилось ну то есть по сути дела пивная по сути дела пивная начальная плотность здорово у меня получилось и я понял что я немножко обманул вас вчера я взял 20 литров воды и 5 пачек крупы но в пачке то было по 08 так что 4 килограмма крупы у меня было здесь можно было бы еще или и количество воды уменьшить или добавить крупы все бы сработало отличную на соотношении 1 4 ну что вы сделано то сделано сейчас я переливаю затор в подготовленную бродильную емкость и буду сдавать дрожжи все перелил как видите у меня нормальное количество пространство осталось баки для брожения для пены и я закидываю дрожжи просто для начала их рассыпаю по поверхности какие у меня дрожжи у меня дрожжи вот такие сушеные спиртовые белорусские на самом деле для брожения зернового затора подходят практически любые дрожжи не обязательно специализированные зерновые если вы не работаете по белой схеме то есть с солодом с фильтрацией как для пива вот так любые дрожжи отлично отработают потому что питательных веществ и подкормки для дрожжей в браге выше крыши поэтому даже самые простые дрожжи их просто на ура отработают почему так много говорим про чистоту работая с зерновыми хочу повториться очень благодатная эта среда для разных микроорганизмов не только для дрожжей очень много различных живых существ были бы не прочь поселиться в нашем заторе плодиться там размножаться и жрать сахар поэтому наша задача чтобы потенциальная возможность заселиться в нашем заторе было только у дрожжей больше никто залезть туда не пытался не стремился дрожжи приобрели максимальные шансы сделать свою работу все бродильная емкость у меня снаряжена я устанавливаю гидрозатвор что будет происходить дрожжи разбродятся начнут выделять углекислый газ он тяжелее чем воздух поэтому воздух через гидрозатвор выйдет и дрожжам будет хорошо потому что все их конкуренты для жизни нуждаются в кислороде дрожжи в кислороде нуждаются минимально только на самом первом этапе своей жизни потом углекислый газ создает для них защитную атмосферу поэтому отправляем на брожение зерновая брага бродит довольно быстро 35 дней в общем посмотрим как будет вести себя гидрозатвор когда брожение прекратится что еще хочу сказать ферменты которые мы вносили никуда не делись и даже при такой вот комнатной температуре они будут продолжать работать пока находятся в заторе в браге теперь уже и медленно но верно если какие-то остались крахмальные элементы они будут разрезаны на сахара и дрожжи их употребят когда мы работаем с пивом например после всех пауз осахаривания мы вводим на паузу 80 градусов где все ферменты погибают и в результате пиво больше не меняется и в результате работы ферментов больше не происходит там еще и кипячение происходит в итоге здесь же ферменты если что-то еще во время осахаривания не доосахарилась доосахарит это в процессе брожения поэтому получим по максимуму вкусного и полезного спирта если вам будет интересно что я буду делать дальше а я буду делать другие способы осахаривания с кодзи и солодом горячее осахаривание подписывайтесь на канал ставьте лайки буду продолжать этот цикл если вам интересно как из зерновых брак которые я таким образом получу я буду на простом недорогом аппарате получать вкусные напитки тоже не забывайте подписаться поставить лайк ну и друзей приглашаете также помните что пока 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 еще работает у нас промокод влад на все заказы на весь ассортимент сайта рос русская дымка рф поэтому пользуйтесь моментом как говорят in the big family клювом do not class class на у меня на этом все вы были на канале русская дымка цените натуральное русская дымка русская дымка